электричество пожалуй самая непредсказуемая и на первый взгляд неуправляемая форма энергии на земле сила которую подчинил себе человек и заставил работать на себя буквально создав возможности для развития всего что нас окружает сегодня почтовый дилежанс лучшее средство связи в мире без электричества телефоны да что там телефоны интернет встречался бы только на страницах фантастических книг никакой поп-культуры продолжительность жизни и производительность труда в 2023 году были бы на уровне начала 19 века за то что мы живем в таком мире можно сказать спасибо майклу фараде в 1831 году изобретатель проводил эксперименты с медными проводами и прочими металлами исследования легли в основу теории электромагнитной индукции что позволило начать практическое использование намоток в генераторах и трансформаторах и возвысить применение меди до небывалых масштабов уже в середине 19 века медные проводники стали использовать для передачи телеграфных и телефонных сигналов вскоре этот метод успешно применили для передачи электрической энергии на расстояние что ознаменовало начало эпохи силовой электротехники и создание первых силовых кабелей в наши дни рынок силовых кабелей обширный и высококонкурентный пермский край один из регионов который диктует тренды в этом бизнесе опытно-конструкторское предприятие л к кабель порядка десяти лет задает стандарты и создает новые технологии кабельной продукции сегодня лк кабель это компания которая здесь в перми разрабатывает производит и реализует кабельную продукцию в горнодобывающей нефтегазовой энергетике строительстве промышленном и гражданском по всей россии в этом выпуске мы познакомимся с процессами создания кабельной продукции для промышленных объектов иными словами узнаем как это работает пассивно-производство кабельно-проводниковой продукции компании лк кабель где мы сейчас находимся что за производство мы находимся в цехе производства кабельно-проводниковой продукции ООО, ОКП, ЛК-кабель. Выпускается специфическая продукция для предприятия нефтегазового сектора. То есть кабели серво для сервоприводов, различные кабели управления высокого класса гидкости. То есть нужно уточнить, это не те кабели, которые мы видим на ЛЭП на разных? Нет. Это совсем другое? Нет, это нет. На ЛЭП воздушные провода, алюминиевые в основном, стали алюминиевыми. Здесь в основном производится медная продукция. Под специфические задачи. К таковым относятся кабели специального назначения серво. Их используют для подключения к электрическим сетям промышленных машин и установок кранового и подъемно-транспортного оборудования, передвижных механизмов и приводов, силовых и контрольных линий. Начинается создание такого высокопрочного и износостойкого кабеля с процесса волочения. По простыми словами нам нужно диаметр сделать меньше. Все правильно. Как это происходит? Вот она проходит в сходя с бунта, заходит в блок волочильной машины. Там находится необходимое количество волок, через которые проволока происходит. На каждом последующем волоке происходит уменьшение диаметра. На выходе тоненькая проволока наматывается на катушки, которые в дальнейшем уходят на следующий этап. Этап скрутки. Этот огромный станок чем-то напоминает ткацкий. Вот представьте, что вот эти катушки с медной проволокой это нитки. Только в этом случае нужно из ниток связать медную жилу. Почему так много здесь катушек? Опять же, потому что высокого класса гибкости, чем больше проволок в кабеле и меньше их сечения, тем более высокий класс гибкости. То есть он позволяет скрутить жилу пятого и шестого класса гибкости. Обычный кабель, который применяется для передачи энергии при стационарной прокладке, он второго класса гибкости. Там достаточно толстые однопроволки идут, но он не гибкий. Ну если бы мы из катушки провод сделали, то бы мы его не согнули, да? Согнули бы, но как бы это было проблематично. Проволока с катушек фокусируется в распределительные розетки. Они бывают разных калибров. Все зависит от того, какого диаметра медную жилу мы хотим получить. Дальше вот этот пучок проволок через калибр проходит по рамке. На рамке происходит скручивание его. На выходе получаем медную стренгу, токопроводящую жилу, состоящую из множества медных проволок, скрученных между собой. Скрутили стренгу, далее стренга идет на планетарную крутильную машину. Данная планетарная машина конструкции 1, 12, 18. То есть за один проход мы можем скрутить до 30 жил. Интересное название планетарная. Давайте объясним, почему она так называется. Планетарная машина называется из-за того, что скрутка здесь происходит с крутом. И люльки в процессе скрутки, вращения фонаря, они как планета вокруг Солнца постоянно в одном положении находятся. Из-за этого такое и название. Медная проволока прошла уже несколько этапов и после скручивания на планетарной машине можно сказать, что сердце будущего кабеля готово. Здесь мы на выходе уже видим скрученные жилы и помимо этого еще и замотанные в ленту. Для чего это? Мотанная сильно залипнет живым и будет проще кабель разделать. И так же как дополнительный формующий элемент, чтобы кабель не разваливался. После этапа скрутки и обмотки провод приобретает вот такой вид. На этом этапе еще можно увидеть медные жилы и как они скручены. На предприятии ЛК-кабель множество видов продукции. Особое отличие пермской компании в том, что здесь ведется разработка новых видов кабелей под конкретные задачи. Изначально компания была чисто инжиниринговая. Владимир Савченко технический директор компании ЛК-кабель. То есть мы разрабатывали продукты, размещали их на других производственных площадках на наши технические решения и сами занимались на рынке. Затем компания переросла в производство. Мы гордимся тем, что у нас есть продукция, которую не делает никто на сегодняшний день, продукция из алюминиевых сплавов. То есть это вот прямо наше ноу-хау. Его не делает никто в России. Это позволяет и сэкономить потребителю и какие-то дополнительные преимущества дает. Мы делаем кабели для сервоприводов буровых установок, которые работают при отрицательных температурах, при знаках переменных. До этого весь кабель был импортный. Мы сейчас этот кабель делаем и в принципе... То есть мы работаем по таким специфическим видам изделий. сервокабель, за производством которого мы следим сегодня, тоже относится к специфическим видам. И следующий производственный этап – это как раз-таки придание кабелю тех самых прочностных характеристик. Кабель проходит этап оплетки. Что это за материал? Давайте расскажем. Это медная луженая проволока. Проволока необходимого диаметра получается на той же волочильной машине, которую мы видели в начале. Просто используется другая заготовка. На специальной тростильной машине из проволоки плетут материал, из которых дальше будут плести оболочку скрученных медных жил. На нем происходит интересный процесс. Несколько металлических нитей соединяются в одну и наматываются на вот такую катушку. В дальнейшем они нужны для того, чтобы оплести кабель. Этот процесс называется оплетка. Всего таких катушек на оплетку необходимо 53 штуки. Наш кабель на разных этапах может пройти через экструдер, чтобы получить изоляционную оболочку. Все зависит от того, какой тип кабеля необходимо изготовить. Итогом станут тестовые испытания, где специалист убедится в качестве изделия. После всех технологических процессов кабель изготовили, проверили, все, он готов. Все готов. Кабель происходит упаковка, барабаны маркируются, вешается сопротиводительная бирочка, оформляется паспорт качества и кабель сдается на склад готовой продукции. В планах компании масштабирование производства, строительство нового цеха. Так что во вторую десятилетку компания входит с глобальными планами по развитию кабельной отрасли Пермского края и страны. Редактор субтитров Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова А.Егорова Корректор А.Егорова